Здравствуйте, коллеги, с нами на связи главный тренер хоккейного клуба, автомобилист Билл Питерс, с наступившим Новым Годом и, если можно, для начала и итоги встречи. Какие слова на сегодняшний гейм? Нет, очень сильные, конечно, сильные. Счастливые шансы были на премиуме, и оба колл-тенанты были хороши. Спасибо, Билл. Коллеги, задавай вопросы, не забываем представляться, пожалуйста. Владимир Бакуенко, Хэйл, Билл, сегодня нас удивило отсутствие Сергея Шумакова и Дэна Сэкстона. С чем это связано? И Арзамастову. Ну, Шумаков снялся немного, мы соберем репорт на него, посмотрим, что происходит там. Он у него болезнь, который он снял. Сэкстон, конечно, у нас есть вопрос. Мы позволили тренировать пять, у нас есть шесть. Мы тренировали пять, но он не был один из них. И Арзамастов был здоровый. Мы были с двух молодых парнями. Мы были с семьи ветеран Дэй, приезжали от тренировки. У нас есть немного времени, через гостей. Мы думали, что было бы полезно, чтобы с семьи ветеран Дэй в тренировке. Что касается Сергея Шумакова, то он получил небольшое повреждение на тренировке. Мы сейчас ждем результатов его обследования, узнаем, что с ним случилось. По Сэкстону у нас сейчас шесть иностранцев в нашем составе, поэтому кто-то один вынужден пропускать матчи. Сегодня это был Дэн. По Арзамастову после перерыва у нас имеется в виду своя ротация. Сегодня мы попытались использовать двух молодых игроков. Мы играем в семь защитников. Поэтому сегодня выбор попал, что Арзамастов пропускает игру. Билл, с чем связана замена? В первой паре сегодня вышел Хольцер вместо Василевского. Что вы этим хотели сделать? Ну, Хольцер came back after being out for a little while, and has done a good job getting himself back in shape and ready to play. We didn't want to do anything with the Ganaway-Zabrowski pair that we think has been real good for us, both offensively and defensively. So, that's the reasoning behind it. We wanted 88-7 to be together and to be together on the kill. I thought that was important tonight. Уфа, in my opinion, has got a real good power play. We had a couple of dangerous looks, no different than we did with Holland hitting the post, but I believe we ended up probably 4-4 on the kill roughly around that area. So, that was the reasoning behind that. Хольцер пропускал определенное количество матчей, поэтому он подошел к этим матчам в отличной форме. Мне понравилось, как он работал, поэтому сегодня решили поставить его в первую пару с Трямкиным, потому что мы не хотели разбивать пару Ganaway-Zabrowski. Мне кажется, что там все хорошо. Решили попробовать вот такое сочетание. Мне очень понравилось, как они сегодня выглядели, потому что, на мой взгляд, у Уфы потрясающая бригада большинства. Сегодня, в принципе, мы хорошо противостояли им 4-4 в меньшинстве. Пара Трямкина-Хольцер смотрелась очень хорошо, поэтому я считаю, что эксперимент достаточно удачный. И последний вопрос. Билл, согласны ли вы с тем, что сегодняшняя игра по накалу борьбы и содержанию была очень похожа на матч плей-офф? Да, это было крепко. Я думал, что два команды это хорошо прошли от пака. Мы имели несколько добры-пределок. Мы были на первую пару-пределок. Мы имели трех-пределок в первом-пределок. Мы имели трех на второй, так что, конечно, мы имели немного элития от этого. Мы имели немного элития от этого. Они имели немного элития от этого. second, and then the whistles went away. I think through 40, there's seven penalties, and then over the next 20-plus minutes, there's one. That's the way it is. It was a good hockey game. It was a tight-checking game. You get a good offensive opportunity. You get a real good look on a three-on-two halfway through the third. I think Pavel's lying there. Goalie fed it back into Pav. I think the execution offensively will come back a little bit. Obviously, teams have taken a little bit of time off through the holidays here, and this is game one back after being off. So January for us, it allows us to play lots of hockey and get in a rhythm, and I look forward to that. But this is the first game after such a big break. We will have a pretty tough one. In January, we will have a lot of games, so we try to get our sights. In other words, it was a tough game. Unfortunately, we couldn't win today. We will win today. We will win today. How are you going to win today? Do you have any problems? No, there is no problem. Platter is a good player. He is a good man. He has been in this league 12 years. He is a real good man. The way we are running our bench right now, there wasn't a lot of opportunity for him. We knew we were going to go with the 7D look quite a bit here coming down the stretch. I think we have 20 games left. So that's an option for us, and he's taken advantage of an opportunity. So both guys that we moved on from are good players and good men, Baudroff and Platt. But you look at tonight, we dressed 7. We have Arzamatsev out. So I think it's a little healthier in our room with fewer players. Guys know they're going to play. Our depth guys here tonight up front were more than fine. We've got Krippinov back from an injury. I thought he was good. And Avtchenikov is a guy that, you know, has been in and out of the lineup and in and out of consistent ice time. So, you know, we've talked about trying to get him a better opportunity, and that allows us to do that. We're not able to give enough time to Jeff, and to us, and to Denisa Baudroff. But I think they're both great people, great players. And I think it's a very healthy situation in my opinion, when you have no people who want to play, but they don't want to play in the lineup. We're not able to play in the lineup. которые получают игровое время. Yeah, it was a hard game, first game 2021, good opponent. And I think both teams played really solid defense today, two really good goalies, both ends, both teams, good penalty killing. I think that was the story today. But anyway, I think after the first one, we played six minutes PK, and after that somehow I had a feeling that we were kind of one step ahead and we earned this win today. And if we were in the first period, three меньшинства, то было такое ощущение, что после этого мы сможем этот матч выиграть, и сегодня мы довольны этим результатом. Кодейкин играл powerplay with the first line. Я про прощу Лугу. В последний раз. Кодейкин играл в серию. Ван Гарген. Yeah, it was the last season. Today, a few hours before the game, we knew that Кранлунд is out, and all plans we needed to do again. We had a chance today, and I trusted today, our first line. We have had good powerplay, good first line, good receiver, played there, and there is more. But it was my decision today. Это было мое решение, но стоит отметить, что совсем незадолго до игры мы узнали, что, к сожалению, в матче не примет участие Граунд, поэтому нам пришлось все видоизменять. Сегодня Кугрышев играл в большинстве, я думаю, что вполне хорошо себя проявлял, поэтому это было мое решение по поводу большинства, и в этом плане все нас устраивает. Владимир Бакулин, КХЛ Томи. Почему все-таки Граунд не играл? Что с ним повреждения, что-то другое? Сыграет ли он в следующем матче с Авангардом? Я не знаю, в моменте. Я не знаю, в его ситуации, в следующем матче. Так что я не знаю. Я не знаю, поэтому по поводу следующего матча также могу ответить отрицательно. Пока не ясно. Рамиль Юлдашев, БСТ. У меня вопрос, почему в большинстве вы ни разу не использовали Джефф Пулета? Все же мы видим, он человек нацелен на ворот, он может бросить, он может побороться, он может даже в брасывании выиграть. Чего нету, например, у Дмитрия Кугрышева. И хотелось бы спросить, чем Кугрышев, например, предпочтение, почему Кугрышев, а не Пулету? Джефф Пулета. Он – это правильный игрок, и он имеет много опыт, чтобы играть, играть, в этом месте. Мы не хотели. Плэт – он очень хорошо в передней мете, но мы уже имеем Кадейкина, и Хартикан в передней мете. Поэтому мы нужны именно в этом месте. Кугрышев – он правильный, и это была решение для этого матча. Для этой игры, если мы конкретно не говорим, то Кугрышев как раз подходил под наш план, потому что он праворукий нападающий, и как раз нам нужен был игрок на эту точку. А если мы говорим о том, чтобы экранировать галкипера, то у нас уже были большие игроки, как Адейкин и Хартиканин, поэтому мы решили использовать именно Кугрышева в большинстве специально под эту позицию, потому что он праворукий нападающий. Томми, следили ли вы за кубковым раундом молодежного чемпионата мира вчера, и как оцените игру Башкирова, Амирова и Мухаммадулина на турнире? Амирова и Мухаммадулина. Интересно, чтобы наши парни как хорошо они могут играть в этом маленьком хокке. Но сегодня, я думаю, это очень хороший человек. Азамат Шулуков, Митя Корсетти. Автомобили сдавал мало пространства сегодня нападающим. У вас не было желания в этой связи сделать игру проще и быстрее, чтобы момент больше сдавать? Нет. Окей, опять же. Они обеспечили сильную защиту. И последние два игры, после нашего игра, они не выиграли ничего. Так что я думаю, что это очень важно про противопоставление. И на голове, тоже. Мы сняли в команду просто перед тем, и первым игром, после breakа. Это было многое, я думаю, почему это было тяжело сегодня. Но, если это было тяжело, я думаю, что я уверенна, как мы играли смертельно. Мы не пытались застрелить игру, поэтому это было достаточно 60 минут. Есть некоторая причина, что это первая игра после Нового года и все в совокупности, и это дает, что сегодня был непростой матч, но мы все-таки довольны результатом сегодня. В январе осталось три домашних игры, все остальные на выезде. Вы поменяли в связи с этим тренировочный процесс, чтобы команда была больше готова к большому количеству вестевых игр? Нет, абсолютно нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. И я думаю, что первое, что я хочу сделать линейку в форме. Я надеюсь, что мы можем сделать линейку обратно. И мы можем сделать линейку обратно. Потом Кранлунд. Потом Картай. И мы можем сделать линейку обратно. Это первое, что я думаю, в этом году. Второе, что у нас сегодня есть очень хороший тест. Омск. И потом Акбар. Я думаю, что у нас есть два очень интересных игры. Потому что у нас осталось только 8 недель, после игроков и сезона. Поэтому я думаю, что эти два игры очень интересные. Начнем с того, что сейчас самое главное в этом тренировочном процессе, который мы не особо не меняли. И самое главное сейчас, чтобы все игроки вернулись в наш ростер. Чтобы у нас был шире выбор. Чтобы мы могли проводить ротацию. Такие игроки, которые уехали, например, на молодежный чемпионат мира. Например, тот же самый Картаев. Чтобы нам проще было ротировать состав. И использовать наших форвардов, защитников. Что касается второй части. Что я думаю, что сейчас нас ждет очень хорошая. Такая мощная проверка соперниками. Такими, как Омский Авангард и Акбарс. Мы как раз таки свои силы и проверим. Матчи перед плей-офф. Потому что совсем скоро уже начнутся матчи на вылет. И нам очень важно проверить свою собственную силу. Вопрос такой. Хоккеисты Салават из сборной России на молодежном чемпионате мира. Говорят, что сборная играет советский хоккей. И он им очень нравится. Расскажите, в какой хоккей играет САУСВЭ. Я думаю, что когда вы смотрите наши игры, вы увидите наш хоккей и философию. Я думаю, что это основная вещь. Мы хотим играть вместе. Это команда играет. И мы хотим играть пять игроков вместе. И я думаю, что это самая большая вещь, которую вы можете увидеть, когда вы смотрите наши игры. Если вы будете внимательно смотреть, я думаю, вам все-таки станет понятно. Но если в целом говорить, то это ключевое, чтобы вся команда играла вместе. Все пять игроков, кто находится на льду, все вместе действовали. Олег Чернов, Сопкор 02. Скажите, пожалуйста, как прошла тренировка 1 января? И в связи с кем вы поставили на 1 января? Вроде бы даже не принято даже в НХЛ 1 января что-то делать. Мы хотели победить этот матч. Это очень важный матч для нас. И поэтому мы хотели подготовиться хорошо. Я думаю, что мы сделали хорошую работу. Два пункта сегодня. Мы очень хотели в сегодняшнем матче одержать победу. Поэтому мы предложили для этого все силы. Вышли тренироваться 1 января. И в чем мы и довольны. Вопросы у нас закончились. Thank you, Tom. Good luck. Good luck. Коллеги, будем очень рады, если нам помогут перевести и представят хоккеиста. Защитник хоккейного клуба «Автомобилист» Карбиниан Хольцеру готов ответить на ваши вопросы. Но для начала, я думаю, что короткий комментарий по игре. Да, безусловно. Потом вопрос. Да, безусловно. Потом вопрос. Безусловно. Добавил субтитры DimaTorzok Это очень тяжелая игра, я думаю, что обеим командам достаточно непросто сейчас вкатываться, потому что первая игра после перерыва, однако я увидел отличную игру в обороне у обеих команд, было очень непросто, отлично действовали в меньшинстве, мы не дали забросить и реализовать большинство, но и Салава тоже показывал отличную игру в меньшинстве, Поэтому игра шла до заброшенной шайбы, к сожалению, нам не удалось реализовать свои моменты, соперник забил в овертайме, но мы взяли одно очко и готовимся ехать дальше на игру с ЦСКА Владимир Бакулин, КХЛ, Карбинин, как вообще проходит ваша адаптация в новой лиге в первых матчах? Были проблемы, да, были проблемы, там ляпы определенные в обороне, вот сейчас, насколько вы себя чувствуете, готовы? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА It's getting better with every game Obviously I've been out During the break and the first few games After the break But just adapting Trying to get to know every guy On the team, get to know their tendencies And just feel comfortable I haven't played in a long time either And just trying To get better with each game And with each day in practice And like I said, get to know each other On the team, get to know the tendencies And be confident Going out there and playing I think it's been better every game And yeah, I'm looking forward to the next few games Кто как играет Кто чисто по-человечески Познакомиться с ребятами Но я думаю, что я буду прибавлять От матча к матчу Получилась такая у меня Незапланированная пауза И конечно после нее мне Сейчас приходится заново Набирать необходимые кондиции Но я думаю, что За ближайшие 2-3 игры Я уже буду чувствовать себя намного лучше И готов Все через игры придет Арбинин, в конце второго периода Произошла ваша небольшая потасовка С игроком Салавата С чем она была связана? Этой эмоцией Может быть как-то хотели Завести свою команду На самом деле мы просто обменялись Но если говорить серьезно То это просто часть игры Он толкнул меня Я толкнул его Иногда эмоции зашкаливают в игре В этот момент у нас Так можно сказать Эмоции взыграли Ничего такого Надеюсь, что этот момент Помог в чем-то команде Перенять вот эти вот эмоции Но на самом деле Ничего серьезного Как я уже говорил Мы просто обменялись номерами И последний вопрос Арбинин За счет чего Игра автомобилиста Так преобразилась Во Вороне В последних матчах Команда не пропускала Очень здорово играли Плотно играли С соперниками Я думаю, что большая причина Это просто Потому что все Все работают У нас есть система В этом месте И все Все нужно Сетвернуться Иногда Если есть Брекдаусы Просто вздох И Попробуйте В своем месте И в правом месте Работает Это очень помогает На Айс-2 И просто Дефенд Я всего Я думаю, что Дефенд Вон Но я бы сказал, что самая главная основная причина То, что все начали выполнять четче свою работу Стали больше разговаривать Перестали торопиться Потому что иногда нужно просто выдохнуть вовремя Придержать шайбу, вовремя смениться Вовремя начать раскат без лишних, так сказать, ненужных телодвижений Ну и помимо этого, любая защита начинается в зоне атаки Когда наши нападающие помогают и вовремя возвращаются в защиту Они помогают нам выполнять нашу работу Облегчают нам наше задание Помимо этого, оборона строится вокруг нашего голкипера Якуба И он, конечно же, облегчает нам работу И позволяет просто делать свое дело И много помогает нам именно в обороне И тащит шайбу Спасибо Огромное спасибо У нас закончились вопросы Еще раз спасибо Корбеневну и удачи Спасибо Нападающий хоккейного клуба Салават Юлайф Эдуард Гематов готов оценить домашний матч с автомобилистом С победой, Эдуард И для начала оценку игры Спасибо По игре, знаете, можно сказать, что такая новогодняя игра получилась Тяжело выходили в игру после праздников Это не значит, что здорово отмечали праздники Мы хорошо трепотренировались уже после них И должны лучше начинать Но так получилось Но оставались в игре И Юха очень выручал нас сегодня Эдуард, Олег Чернов, Сапкор 02 Смотрите, и у вас сегодня как бы с голами не очень, да, получилось? И у молодежной сборной Может быть, есть какая-то связь, на ваш взгляд? Да нет, здесь точно никакой связи нет Но такая была вязкая достаточно игра И хорошо, что нам повезло в овертайме А может быть, вы вратаре делали? Ну, сегодня очень хорошо именно их вратаре играл Ну, да, но Юха сыграл, получается, лучше, да? Да, согласен Следующий вопрос задает Владимир Бакулин Владимир Бакулин, КХЛ, Эдуард Добрый вечер Вопрос касаемо молодежного чемпионата мира Следили ли вчера за четвертьфиналом России и Германии? Как оцените игру наших ребят? Да, Мирова, соответственно, Мухаммадулина, Башкирова И какие шансы, на ваш взгляд, на финал сейчас? Да, смотрел до третьего периода вчера Уже лег спать потом Но, честно говоря, в моем понимании Я считаю, что, наверное, все-таки ребята Больше экономили силы уже на канадцев, да? Потому что я думаю, что там резервы выше крыши То есть ребята могут играть еще лучше И не удаляться так много, как вчера было у них А по ребятам, ну, им только хочется сейчас пожелать Поскорее установиться и пройти канадцев А там уже сами все понимают, как придется играть Но вообще, как расцениваете шансы пройти канад? Ну, вы знаете, ну, придется просто по максимуму Выкладывать все свои возможности завтра Или когда они там играют послезавтра, да? Я думаю, что у них очень хороший шанс обыграть их Спасибо Согласен, что сегодняшний матч чем-то напоминал плей-офф? Нет, как я ранее сказал, да Такой хоккей сегодня, новогодний назовем его Но по нокау, да, вполне У вас будет особое ожидание от встречи с Авангардом? Все-таки за последние несколько стонов Это стал вполне себе принципиальным соперником Да, мы уже начинаем Готовиться уже к следующему матчу Потому что он уже послезавтра Очень интересный хоккей обещает быть И последний вопрос Вы недавно потеряли несколько субов Как себя чувствуете? Кажется, что вам тяжело говорить Спасибо Есть такое, да Но говорить Ну, получается вроде Вроде поднимается Спасибо, Эдуард С победой, с Новым годом И удачи в дальнейшем И вам, спасибо Капитан Слава от Юлаева, Григорий Панин Готов подвести итоги матча с автомобилистом С победой вас, Гриш И, если можно, итоги встречи Во-первых, добрый вечер С наступившим Новым годом С праздниками Которые у нас закончились По поводу игры Игра достаточно интересная была По нокау, по моментам По тем же самоудалениям Были шансы у той и другой команды Но мы, так скажем, я думаю Сделали меньше ошибок Чем команда соперников Поэтому нам удалось выиграть И в концовке, ребята Из автомобилиста уже физически видно Было потери Это было еще видно по второму периоду Поэтому удалось реализовать Ошибку соперника Владимир Бакулин КХЛ Григорий Добрый вечер С наступившим Новым годом Сегодня у вас была первая игра После травмы Как себя чувствовали? Не испытывали дискомфорт? Нет, чувствовал себя отлично И физическое состояние Кстати, на удивление После перерыва Все равно, когда там Неделю даже Не поиграешь Это чувствуется Но сегодня себя чувствовал Очень хорошо Спасибо Насколько сложно было Выходить на тренировку Первого января? Честно Не сложно было Но как бы До этого же было известно Уже расписание Что у нас будет тренировка Поэтому никаких там Каких-то, знаете Как когда там выходные Праздновать Новый год Поэтому уже Все, я думаю, понимали Что первого числа Будет тренировка И нужно будет выходить И работать Продолжать готовиться К предстоящему играм Григорий, ну отвлечемся Немножко от чемпионата КХЛ Смотрели ли вчера Четвертьфинал Молодежного чемпионата Мира России и Германии? Да, кстати Смотрел вчера матч Так, прерывист Но смотрел Видел, что ребята выиграли Молодцы Победа была нелегкая Но самое главное Что они Продолжают биться Если я не ошибаюсь В 2005 или 2006 году Вы играли лично Против канадцев По-моему, даже это в Канаде было И проиграли 1-6, по-моему Было такое? Да, такое было Нас тогда перебили Перелупили И еще нас забивали голов Это финал как раз был чемпионат Мы тогда серебряные стали Григорий, вот В продолжение этого вопроса Как раз Завтра Послезавтра игра у России Как раз с канадцами Вот Поделитесь советами Как нужно играть Против канадцов Чтобы вот не допустить Да, нужно Их же тактикой играть Они Не любят Когда Они любят играть В такой силовой В мощный хоккей Вылазить Создавать моменты Нужно, я думаю Как раз Тем же самым Против них играть Ну и как оцените Шансы сборной России На финал? Да хорошо Оцениваешь шансы Хорошая команда Есть лидеры Есть ребята Которые могут И в обороне сыграть Я думаю Что очень хорошие шансы Главное Это же не только Какие-то там А вера в себя Что обычно Мы тоже Когда выходили С канадцами играть Был Какой-то такой Мандраж Еще плюс На арену выходишь Там куча болельщиков Сейчас болельщиков нету Но как бы Все знают Что канадцать Такая грозная команда Но Тут нужно верить в себя И не бояться Показывать Что ты Мы достойны Этой победы Здравствуйте Азамаш Луков Медиа Краситель Сегодня получился Довольно равный И очень тяжелый Матч для обеих команд Как вообще Салат хотел Начать эту встречу Какой был план Как так вообще Получилось Что 0-0 По итогам 60 минут Редкое явление Все-таки Да Для нашей команды Достаточно редкое явление Но План на игру Был Такой Что мы Должны С первых минут Играть активно Не позволять сопернику В нашей зоне Много времени проводить И как можно больше Играть в их зоне Создавать моменты Бросать Угрожать И Ну По мере Не по мере А в обороне Играть Очень строго И надежно Вы можете В двух словах Сформулировать В какой хоккей В принципе Играет Салтилайф Больше это оборонительный Или атакующий На что акценты делаете Вот как-то так Спасибо В двух словах Вы знаете Я думаю Салават За столько лет Даже за то время Которое я здесь Не играл Команда Всегда была Атакующего формата И С годами И руководство И тренера Все-таки Пытаются Наладить именно Игру в обороне Чтобы в первую очередь И Оборона была достойной Потому что Очень много Мастеровитых ребят Которые В любом случае Там создадут момент И Используют Ее Забьют Денис Григорий Здравствуйте Вы не просили Выходной 1 января Новый год Семейный праздник Как-то так Не по-российски Не по-лицки Мне кажется Честно просили Но Адекватно Если Подходить То у нас Было Три дня Выходных И Четвертый день Это был уже Перебор Я думаю Я это понимал И все остальные Ребята понимали То что нужно Готовиться К Сейчас Достаточно Сложные Интересные Игры И соперники Непростые И все В принципе По одной Турнирной Сетке Поэтому Не было Никаких с этим Проблем Но выходной Да Хотелось бы Побольше А как Отметили Новый год Может быть С кем-то С командой Были Или уже Все надоели На эти лица Не хочется Смотреть В кругу Семьи Ну До Нового года Мы конечно И с Командой Посидели И жены Были И как бы Ну все вместе И руководство И Все кто здесь Нас окружает Все мы вместе Посидели Отметили А непосредственно Мой личный Новый год Он спокойно Прошел В семейной Обстановке Без каких-либо Передряг Если вы Это имеете Ввиду Денис То есть В клуб Не ходили Да Как в Москве Нет Нет Григорий Слушайте Ну Такой вопрос Вы дали интервью И сказали Что ваше будущее Еще не ясно Много фанатов Начали писать Комментарии Оставьте Панина Оставьте Панина Контракт Уже предложили Нет Ничего Не предлагали Спасибо Коротенько Ну да Какой вопрос Такой ответ Ну собственно У нас все Григорий Еще раз С победой С наступившим Новым годом И успехов Да И вам спасибо Со всеми праздниками С наступившими С предстоящими Всего доброго До свидания До свидания Продолжение следует